Матч Евролиги по баскетболу Кубок ректора ОГПУ по легкой атлетике и многое другое. Оставайтесь с нами. Бегом за кубком. Легкоатлеты Оренбуржьи открыли зимний сезон студенческим турниром. Всероссийские соревнования на кубок ректора ОГПУ прошли в нашем регионе уже в четвертый раз. В легкоатлетическом манеже Оренбургского педуниверситета, где развернулось это яркое действо, побывали и мы. Побороться за кубок ректора Оренбургского педагогического университета в этом году приехало около 200 легкоатлетов. Соревнования, которые проходят на протяжении всего лишь четырех лет, уже вошли во всероссийский календарь. Для лучших студенческих команд Приволжского и Уральского федеральных округов данный турнир – хорошая возможность проверить свои силы и оценить соперников на старте зимнего сезона. Принимаются вузы наши все сильнейшие областного центра, наш педоуниверситет, аграрный университет, государственный университет, АГИМ-команда, две команды колледжа – Оренбургский аграрный колледж и педагогический колледж Оренбургский. И также участвуют приезжие команды, две команды – Самарский, две башкирские команды, Чуваши. Пока внимание зрителей приковано к паркету, где собравшихся развлекают песнями и плясками, на беговых дорожках в нетерпении томятся участники. Особая ответственность, пожалуй, на плечах хозяев – студентов Института физкультуры и спорта УГПУ. Ведь сегодня за них и здесь болеет сам ректор. Не буду лукавить, конечно, мне мои студенты дороже, потому что у нас очень профессиональная легкоатлетическая команда. И бесспорно, конечно, хотелось бы, чтобы наши ребята достойно сегодня выступили. Но если победит сильнейший, так оно и будет, потому что очень честная и профессиональная жюри, то спорт есть спорт. Кто победит, тот и будет первым. Первыми стартуют участники самого длинного финального забега – на 3000 метров. Вперед вырывается студент аграрного университета Алексей Шершов. В группе лидеров также держатся арчанин Денис Данилин и оренбуржец Альберт Рамазанов. Именно среди этих бравых парней разворачивается основная борьба. Незадолго до финиша соперников опережает Денис Данилин. На последнем круге мастера спорта Изорска и вовсе не догнать. Результат чемпиона – 8 минут 33,4 секунды. Нормально, сейчас отходим после травмы, входим в форму потихонечку. Надеемся, что в конце сезона разбежимся, будем представлять нашу обувь и не ударить глаз лицом. Студенческий турнир в самый разгар новогодних каникул – это своего рода экзамен. Но уже на днях сильнейшие спортсмены отправляются в Чебоксары на чемпионат Приворского федерального округа. В составе сборной Оренбуржья готовится выступить и кандидат в мастера спорта, студентка УГПУ Наталья Гусева. Сегодня на дистанции 600 метров девушка не оставляет конкуренткам никаких шансов. Захватив лидерство уже на старте, Наталья никого не подпускает к себе на протяжении всех трех кругов. Первой и финиширует. Впечатления хорошие. Все запланировали. Как, в принципе, все вышло, я, в принципе, и думала, что выиграю. Готовилась к этому. Чемпионов определили также в беге на 60, 300, тысячу метров и прыжках в высоту. Ожидания своего ректора студенты УГПУ оправдали. Они стали победителями в общем зачете. На втором месте – представители Самарского государственного технологического университета. На третьем – команда Агау. Кубок ректора – это только начало серии легкоатлетических турниров. Уже 1 февраля в нашем регионе пройдут всероссийские соревнования Оренбургская миля. Турнир по вольной борьбе на призы дважды героя социалистического труда Василия Макарыча Чердинцева прошел в Оренбурге. На ковер соревнований выходили спортсмены из областного центра Орска, Новотроицка, а также представители еще 14 территорий нашего края. На торжественном открытии состязаний побывала наша съемочная группа. Турнир по вольной борьбе на призы дважды героя социалистического труда Василия Макарыча Чердинцева в нашем регионе проходит уже более 10 лет. Знатному хлеборобу на днях исполняется 86. Но он, несмотря на солидный возраст, бодр и подтянут. Хотя и не борец, но спортсмен, признается участником турнира Василия Макарыча. В детстве комбайнер из Сокмарского района ходил на лыжах. Что и говорить, сам труд на Ниве сельского хозяйства требовал закалки и серьезной физической подготовки. Выпущена такая книга «Звездный путь Василия Чердинцева». Две книги – «Молодые годы героев» и «Зрелые годы» Василия Макарыча Чердинцева. И вот лучший спортсмен областного турнира на призы Василия Макарыча будет достоин вот этой книги. В этом году побороться за награды турнира съехалось около 200 человек. Это спортсмены, представляющие не только города области, но и районы. Лидером среди них, безусловно, является Акбулагский, где чемпионов готовит наставник Магомед Гирейханов. В сельской местности действительно стали тоже много заниматься этим видом спорта. И мне вдвойне приятно, что сегодня действительно у нас большой массовый спорт. Мы неоднократно говорили, это в пределах 10 тысяч человек в вольной игре к римской борьбе. Мы растим здоровую, сильную молодежь. Эмоции наколены как на ковре, так и за его пределами. За участников соревнований горячо болеют и друзья, и тренеры. С интересом за борьбой наблюдает и Василий Макарыч. За всех болею. Кто-то выдвинется вперед, кто-то немножко отстанет, кто-то первый, второй и так далее. А так, в общем-то, для здоровья всех тех молодых людей. Это очень полезно. Сегодня на ковер выходят и те, кто еще совсем недавно представлял наш регион на всероссийских соревнованиях. В декабре в городе Чехов Московской области прошло первенство страны по вольной борьбе среди девушек. Наши землячки Руфина Хазиева и Наталья Панкратова стали третьими. В весовой категории 52 килограмма победу одержала Луиза Сулейманова из Пономаревского района. Девушка уверенно обошла соперниц. С некоторыми из них она уже встречалась. С Оренбургской области девчонка была, Жукова, с Бурятии. Первые две схватки, ну так, нормально вроде. Мне очень тяжело, но в финале чуть надо было постараться. А так, ну, готовилась. В феврале Луиза Сулейманова примет участие в сборах, а затем отправится в Швецию на международные соревнования. Сегодня на областном турнире чемпионка долгих споров на ковре не допускает. В стартовом поединке выигрывает соперницу на туше. О подобной чистой победе без особых усилий здесь мечтает каждый. Но вот добиваются этого единицы. Сильнейшие по итогам областного турнира на призы дважды герой социалистического труда Василия Макарыча Чердинцева в марте будут защищать честь Оренбуржья на первенстве Приволжского федерального округа. В спорткомплексе Оренбуржья состоялся матч Евролиги по баскетболу среди женских команд. Хозяйки паркета, игроки надежды принимали на своей площадке девятикратного чемпиона Румынии – клуб Торговишты. Что из этого получилось, узнаете прямо сейчас. Домашний матч Оренбуржской надежды В сегодняшнем матче хозяйки площадки намерены взять реванш. Они вырываются вперед уже на старте. Итог первого отрезка – 21-18 в их пользу. Во второй десятиминутке надежда то увеличивает преимущество, то пропускает соперника вперед. Перед большим перерывом лидерство все-таки у нее. 43-39 в пользу Оренбуржской команды. Таков результат первой половины матча. В начале третьего периода надежда наконец-то уходит в отрыв, оставив соперника далеко позади. Уже через две минуты игры на табло красуется 52-39. Сохранить столь впечатляющую разницу в счете, однако, не удается. Позже гости перехватывают инициативу и опасно приближаются – 58-54. Тем не менее, в финальном отрезке торговешты не в силах догнать надежду, которая и побеждает со счетом 71-68. Реванш за ноябрьское поражение взят. Сегодня три очка. Уступили теперь уже румынки. Мы играли, мы боролись до самого конца. Мы играли больше команды, чем когда-либо. И в каждой игре встречаются большие и маленькие ошибки. И в этой игре как раз маленькие ошибки сыграли свою большую роль. Мы потеряли много хороших игроков, а поскольку изменился состав нашей команды, нужно было менять и стратегию. Из-за этого сложилась такая непростая ситуация. Основная проблема вскрылась в общении игроков друг с другом. Лучшими баскетболистками матча в составе «Надежды» стали Ива Пированович и Алена Данилочкина. В целом победа нашей команде далась тяжело. Яркого триумфа не получилось. После хорошего рывка в 12-0, почувствовали победу уже кто-то, а переложил игру в один-в-один. Очень ненужные промахи, которые Рене сделала. Мы потеряли нить организации. Мы будем готовиться к следующей игре Евролиги с венгерским шапроном. Игра состоится через неделю. Постараемся ее выиграть. Следующий домашний матч Евролиги «Надежда» проведет против французского клуба «Арас». Соперники сойдутся на паркете «Оренбуржья» 6 февраля. И студенты, и спортсмены. Чемпионы «Оренбуржья» успевают совмещать тренировки, участие в соревнованиях и учебу. Что совсем непросто. Признались в этом герои праздника студенческого спорта, который впервые прошел в Оренбургском педуниверситете. Тему продолжит наш сюжет. Легкоатлетическому Манежу ОГПУ принимать столь яркое событие не впервой. За три года его существования здесь побывало более двух тысяч спортсменов из 30 регионов России. Но, пожалуй, такого скопления веселых людей Манеж еще не видел. Сегодня здесь гуляют студенты. Один за другим на площадку выходят самые спортивные из них. Те, кто своими победами прославляет Оренбуржье. Игрок баскетбольного клуба «Надежда» Александра Тарасова – победительница чемпионата Европы среди молодежи. О том, что когда-то поступила в Институт физкультуры и спорта ОГПУ, баскетболистка не жалеет. Мне помогают в институте все и преподаватели, и декан. Они мне дают такую возможность сдавать все по индивидуальной ведомости и свободное посещение, что я могу подойти к преподавателю, взять с него какое-то задание. В десятки лучших студентов-чемпионов также легкоатлетка Мария Межинская, самбистка Алия Бекужина, мастер спорта по рукопашному бою Дамир Исмогулов, борец Михаил Михеев, гиревик Эдуард Булатасов, боксеры Габил Мамедов и Николай Арнаутов, хоккеистка Ольга Богданова и батутист Александр Наумов. Они с честью и с достоинством позиционировали студентов Оренбургской области, Ассоциации высших учебных заведений, они позиционировали наш край, имя которому Оренбуржье. Перед тем, как состоится собственное честование героев праздника, соревнования среди студенческих команд, первый вид программы – стритбол. Чуть позже парням и девушкам приходится пройти не совсем обычную и совсем непростую эстафету. С ней шустрые студенты тоже справляются достойно, демонстрируют молодецкий задор, ловкость и сноровку. Лучше всего с этими качествами дела обстоят у представителей ОГПУ. Именно они празднуют победу в общем зачете. На втором месте команда ОГУ. Третье место делят студенты АГАУ и Медакадемии, набравшие по 7 баллов. Праздник удался. Огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто придумал и исполнил его, организовал, собрал все вузы здесь, на этой площадке. И это стало явным свидетельством того, что сегодня студенческий сбор в Оренбургской области жив. Студенты-чемпионы сменили спортивную форму на парадную и готовы принимать подарки. Несмотря на то, что каждый из них уже достиг определенной вершины, победы на уровне России, Европы или мира, останавливаться на достигнутом они не намерены. Конечно, сейчас у нас идет чемпионат России и Евролига. Хотелось бы в Евролиге быть в призерах, также и в чемпионате России. А если летом, то это будет универсиад, на который мне очень хотелось попасть. Уже сегодня известно, что в Казань на универсиаду 2013 отправится около 200 оренбуржцев, это волонтеры. Возможно, представлять наш регион будут и герои нынешнего праздника, самые спортивные студенты. Редактор субтитров А.Семкин